всем привет продолжаем играть за армению я напомню на максимальной сложности играем в рим total war так вспоминаем на чем мы остановились в общем то по моему в прошлой серии мы синопу захватили да через многие мытарства пришлось пройти но все таки же синопу мы пока что захватили мазаку осаждает ли об из элегеи и наша конная армия застрельщиков так в общем то на границах с скифами пока что никаких сил я не вижу ну это и хорошо ну и в сузах в принципе тоже вот как мне кажется хорошо я немножко потратил денежки что были решил вот в общем-то в кутаиси построиться решил в нашей столице тоже вот стенку и городские казармы заказать как бы уже заранее пусть строится принципе да вот лишним не будет это уж точно и проект проектируется нас пять с половиной тысяч вроде бы господин так попробуем с карфагеном давайте вот так вот по пятьсот шесть ходов попробуем все карфаген заглох они не хотят больше ничего как бы никаких союзов к сожалению да лафа закончилась в принципе да придется выезжать как бы собственными силами так только вот давайте наверное берем у построим в катайся мне очень не нравится то что вот мы порт блокирует пока что единственный армянский порт более не менее нормальный такой вот его нужно освободить принципе у нас тут еще есть в катайся этот порт но как вы видите в принципе торговых путей из него нету а в синопин в принципе не знаю может быть и есть но его блокируют ладно в общем то мы думаю освободим наш порт и посмотрим будем ли мы торговать по крайней мере вот с фрак и фракийцами со скифами а нет со скифами мы кстати это воюем ну чё может быть с македонией сдадим следующий ход по отлично победа мы победили да не ожидал конечно не ожидал честное слово перемирие в действии дом брутов карфагена между этими фракциями было заключено перемирие но это еще не настоящий мир всего лишь круг хрупкий миг покоя чтобы похоронить мертвецов хорошо так отлично конюшни еще готовы новый член семьи или об из артаксарты у нас есть по моему ли об из элегеи да да ляп из элегеи а теперь есть еще из артаксарты корабли готовы да смотрите в принципе я на удивление был прав вот из синопа смотрите вот два торговых пути один вот сюда вот идет константинополь у другой вот куда то вот сюда вот чудесно корабли готовы давайте добьем наверное вот этот вот как его понтийский флот так чудесно ну понтийцы еще собирают силы приказы она тебя я наверное хотел сено уходим мой повелитель хотя с другой стороны зачем ему в синоп не знаю не определился еще так давайте в столице начнем строить лучников катафрактов пока есть деньги ну смотрите а этот египет не очень-то продвинулся то тут наоборот вот селевки да и как бы их поджимают с двух сторон наоборот как бы селевки да усилились вот уже селевки огромный город наверное пора что-то решать с нашими союзниками ну как бы потому что значит подкинь них огромные города я тоже хочу себе такие а где мне взять только захватить жду вашей команды я сейчас же поговорю с ними только захватывать я выполню любой приказ никто меня не увидит ходов больше нет плоды ничего себе сколько в алании гарнизона то я вот подумываю может быть северные земли захватывать хотя но здесь здесь гораздо лучше есть крупные города ничего только вот селевки стоит большой город тем более еще и беззащитный не знаю как бы на север идти в резона мало честно говоря что у нас там по финансам проверим а ну все все отлично давайте попробуем прекращение огня спарфий просто так не вышло не получилось так перемирие в действии дом брутов карфаген опять агент в синопе разоблачен гнусный иностранный агент был обнаружен но бежал к своим омерзительным хозяевам он должен быть благодарен что избежал близкого знакомства с мастерством палача так хорошо давайте мы еще лучников катафрагтов подкинем так еще строим этих самых лучников катафрагтов так чё бы еще построить то ну надо же докатился деньги есть строить нечего корабли готовы да такое тоже бывает давайте мы наверное попробуем сделать может быть вот так и вот теперь вот попробуем с карфагеном союз ваш покорный слуга я сейчас же поговорю с ними вот так вот по тысячу три хода потребуем информация по карте могут поделиться видимо денег у них нету или они просто жадные ладно возьмем хоть это объявлен союз карфаген Армения эти фракции объявили о своем союзе отложив на время войну как политический метод перемирие в действии карфаген греческие города между этими фракциями было заключено перемирие но это еще не настоящий мир всего лишь хрупкий миг покоя чтобы похоронить мертвецов ну и перемирие карфагена испания и кордова у них как бы взбунтовалась и триполи да вот захватили и удерживают нумидийцы и римляне тут вот сепионы уже на сицилии причем смотрите большой город римский огромный город огромный город огромный город блин откуда у вас эти огромные города великий сейчас же сейчас же сейчас же так ну да сейчас же да 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 мы поняли тебя все хватит уже так хорошо я вот сижу думаю может быть не стоит отменять вот эти вот все то что я нанял да пускай пускай они строятся в общем то по финансам вроде бы нормально мазаки пять ходов так этот спарток неугомонный так сдадим следующий ход так и дакия объявила войну германия нашему союзнику объявлена война но пока мы стоим в стороне каковы знамения возможно нам следует объединиться с нападающими да тут без разницы что дакия что германия они далеко от нас давайте вот немцев как бы поддержим в этой войне хотя ну пять секунд назад я склонялся поддержать даков но вообще я не знаю как то хочу с римлянами что-то вот улучшать отношения а римляне брут и они же будут воевать наверно с даками хотя давайте вот поддержим даки тут особой разницы нету так хотя что я такого говорю с римлянами поддерживать отношения ну да у меня же союзника греческие города которые воюют с римлянами так карфагены которые воюют с римлянами да так ладно союз разорван германия армения этот союз был начертан на песке эти два народа теперь взирают друг на другом в лучшем случае равнодушно в худшем случае мне наплевать дакия воюют германия дом брутов с карфагеном так ничего себе минус пошел вы как бы ребятки не забываетесь зела скидский командир вылез из алании слушая может действительно собрать армию и ударить по этой алании и вот здесь вот еще есть какой-то вот городочек небольшой хотя с другой стороны конечно же вот селевкия предпочтительней хатра селевкия антиохия вообще здесь и торговать лучше будет из греции и с египтом хотя с египтом конечно же будет война наверно не думаю что селевкиды отобьют антиохию ну потому что вот египтяне это вот тоже вот одна из супер фракций вот как римляне до одна из супер фракций которые редко проигрывать но кстати бывает что она и проигрывает я видел как понт захватывает весь ближний восток то есть египтяне тоже могут в принципе сейчас же проиграть коды сделаны господин так давайте вот общинное земледелие в синопе будем развивать да 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 я чуть не забыл вот этот вот понтийский флот нужно до добить победили потому что нашу торговлю никакие понтийские флоты не могут и не должны останавливаться ставить паруса чудесно ну не знаю процветаем вообще-то может быть стоит иисус таскать лучников катафрактов вообще-то это долго да давайте мы все таки шли в сузах будем строить вот этих вот лучников катафрактов потому что они строятся как бы два хода я так долго буду еще вот их строить пока вот целую армию наберу от этих вот обычных конных застрельщиков я хочу потихонечку отказываться по моему греки отхватили у македонии лариску и тут уже и фракийцы слышу значит подчиняюсь сейчас да да смотрите все верно вот фисалия принадлежит греческим полисом так отлично мазака потихонечку сдается приказы в принципе мазаки как бы ничего и не светит разделить войска господин господин так наверное вот я вот возьму нашего безумного полководца запи эту и выдвинуть сюда вот в армению принципе здесь у меня уже подготавливаются кое-какие войска кстати да вот в сузах что-то построить может быть давайте вот оружейника построим в сузах так с немцами я вроде бы разорвал союз давайте посмотрим как дела у немчуры в принципе чем они дышат мазаки три хода осталось я думаю может быть они даже и будут сражаться но здесь без шансов они потихонечку собирают войска но это мне кажется это все бесполезно великий ты сомневаешься что ли так давайте прекращение огня со скифами а ну они не хотят да мой повелитель так египтяне уже возле хатры осаждают ее а как они так вот обошли вот эти вот все регионы хотя вот пальмиру тоже осаждают мои души ваш никто меня не увидит да странновато честно говоря вроде бы вот селивки вы держались тут вот держались то все а тут раз вот и египтяне уже в принципе вот осаждают их не города так сдадим ход так египтяне да вот скоро будут у нас под самым нашим армянским боком а скифы кстати да вот прямо прямо вот потихонечку направляются в нашу сторону то могучий полководец кораблям ходов больше нет господин господин мой повелитель ухожу из армии господин отлично так приказы подготавливаем горячую встречу с кифом роды сделаны могущественные владыка господин ну в принципе в принципе с египтянами то можно уже будет начинать воевать я так думаю господин я сейчас же поговорю с ними вообще селевки нужно вообще селевки нужно будет занять приказы нужно будет разорвать селевкидами союз и быстренько занять селевки в принципе да ну селевкиды тут в пух и прах оказывается проигрывают мои уши ваш не слышал не видит так я вроде бы да вот дипломатами шел куда-то вот могу сюда вот на север да мой повелитель фабс бунтует бурх бурх так хорошо да смотрите лариска греческая да мой повелитель да мой повелитель айтолия кстати вот бру там принадлежит афины наверное греческие ну и спарта тоже скорее всего греческая так ладно это все ерунда приказы так давайте подтягивать силы в принципе они нам понадобятся для захвата селевки давайте может быть поищем какого нибудь полководца кто бы повел наши войска господин могучий полководец да вот ты к примеру а ходы и кончились мой повелитель вот ты и поведешь наши войска на селевки давайте сдадим следующий ход ну да пальмиру потеряли антиохийцы так ну что ж еще одна битва уже на этот раз за мазаку опять же этот спарток 40 лет не знающий страха ну вроде бы он несколько раз сбежал от нас этот человек никогда не испытывал колебаний перед началом сражения битва его старый добрый друг ну это вранье по моему он два раза сбежал от нас этот спарток так ну и гарнизоне тут застряли Дионис и Геракл обычный прелюбодей для этого человека институт брака не имеет никакого значения он же не раз имел адюльтер с женой своего так называемого друга ну что ж да с нашей стороны командует войсками Леап из Элигеи в принципе по моему здесь ничего не изменилось 47 лет смотрите сколько звезд командования правда влияние у него не очень мнение этого человека не имеет особого веса его считают дураком хорошо давайте проведем битву сегодня страшный день все битвы страшны но только подумайте насколько хуже это этот день будет для наших врагов им предстоит сражаться с нами лучшими солдатами мира займемся нашим кровавым делом займемся конечно же да так давайте спрячем руководца наверное можно будет здесь вот выстроить войска так ну да дело не в количестве а в качестве хотя количество тоже хорошо если есть количество это тоже неплохо так отлично распечатали мы уже 1-2 процента начинаем планомерно уничтожать понтийскую армию так только давайте наверно получше развернем так только давайте наверно получше развернем процентов 19 у нас откуда-то 1 процент появился откуда или вы втихаря и друг друга там решили пострелять немножко так откатываемся 37 процентов отлично так вообще-то нас поджимают Давайте мы все-таки же закрепимся на вот этом вот холме Потому что вот нас отсюда поджимают Подкрепление с города Так, больше половины потеряли понтийцы уже Ну в принципе да, я считаю, что наверное наши мытарства уже закончились То есть сейчас уже пойдет как бы такая вот легкая игра В принципе, по идее должна, должна пойти Ну смотрите на эту гадину, какая она живучая Вот опять тут трое осталось уже Ну неужели ты не получишь стрелу в жбан, а? Ребятки, а ну-ка давайте вот я прихожу вам расстрелять именно его Ну в принципе да Отлично, Спарток погиб В добросердечной судьбе было угодно поразить вражеского военачальника Возможно наше дело выиграет от этого удачного события Ну мы однозначно только выиграем от этого события Потому что этот гадкий Спарток Понтийский Нас уже изрядно достал Так, ребятки Что-то вы слишком близко к нам подошли Так, а вот сейчас вот их нужно бы убить Но с другой стороны, как бы, шанс это есть И тогда мы захватим Мазаку Боги, ну и глупцом же был вражеский полководец Он пожертвовал собой вместо того, чтобы вести свое войско к неминуемому поражению Так, не-не-не, убивать Враги трусливо бежали Вытесним их с поля боя Ребятки, дострелять Зачем нам ждать еще Пару ходов Отлично Геракл тоже Отправился вслед за своим другом В царство мертвых Ну и нам остается вот Дострелять вот этих вот Убегающих пехотинцев Потеряли мы Каким-то образом 2% Хотя это и не особо так и важно Так, ну что ж, победа Победа за вами И никто не посмеет назвать ее недостойной Или незаслуженной Отличная безоговорочная победа Победа за нами, о молочах 12 тысяч Конечно, мы уничтожаем жителей Мазаки Ты заколебал, но честное слово Кораблям? Да, мой господин Высаживаемся Корабли готовы Так, отлично Так, общинное земледелие в Синопе Сопротивление в Мазаке подавлено Неповиновение имеет свою цену И эти люди заплатили ее кровью Наши палачи утомились от своей работы Давайте глянем на Мазаку Ну Да, похоже Хотя вот тоже можно строить Вот военные конюшни Так Скорее всего Вот от этих вот Конных застрельщиков Обычных Господин Я отказываюсь Потихонечку Поэтому я переобучать их не буду А сделаю вот так вот Вообще-то Вообще-то, наверное, их можно вот так вот Всех вытащить Так, в Мазаке нужно бы состряпать Какой-нибудь гарнизон Так, че бы нам в Синопе-то построить Давайте базарчик Так, значит, в Мазаке мы строим уже Конюшни для лучников-катафрактов Мой повелитель Так, а сколько Сколько тебе еще тут осталось Ага Все, да? Охотницы за головами Ничего себе Могучий полководец Мой повелитель Или может быть отойти Мой повелитель Готовый поднять паруса Ставить паруса Да, я думаю Давайте все-таки Мы отойдем от моста Подпустим поближе Вот эту вот зелу Вражеского Скифского полководца И в принципе Наверное Его Расстреляем Марш Ходы сделаны Могущественный владыка Могучий полководец Так Ходов больше нет Господин Господин Вперед Ну да Блин Далековато Мы можем этого сделать Господин Далековато Тащиться Да Да В общем-то Пальмиру Захватили Египтяне Ну Мне кажется Тут уже Очевидно Что Судьба Селевкидов Решена Жду Вашей команды Слышу Значит Подчиняюсь Да Селевкидов Конечно же Жаль Отличная Фракция Я когда Начинал Играть В Рим Значит Тотовор Она Да Эта Фракция Одно Время Была Моей Любимой Фракцией Ну Она Просто Разносторонняя Очень Есть И греческий Тип Войск То есть Фаланги Есть Слоны Катафракты Есть И Восточные Катафракты То есть Как бы Какими Войсками Хотите Такими Можете Пользоваться Есть Есть Даже Вот Войска Ну По типу Римских Легионеров Даже И Такой Вот Есть Так Хорошо Давайте Мы Все таки Вернемся Обратно К нашим Армянам Так Ну Вроде Бы Так Особо Строить Нечего Наверное Я вот Закажу Еще По Одному Отряду Лучников Катафрактов Господи Уходим Ходы Сделаны Могущественный Владыка Так Хорошо Сколько лет Нашему Дипломату Кстати Могущественный 53 Дипломатический Гений Это Человек Гений Во всем Что касается Языков Переговоров Так То И Дипломатии Когда Он Приобретает Соответствующий Опыт Он Станет Мастером Своем Деле Невежливый Чужеземные Манеры И Обычаи Этому Человеку Не По Вкусу И Он Недвусмысленно Дает Это Понимать Я Вот Честно Говоря Сижу И Думаю Ждать Мне Как Бы Пока Войска Подтянутся Мой Повелитель Или Может Быть Разрывать Сейчас Прямо Не Дожидаясь Да Давайте Все Таки Именно Сейчас Разорвем Союз Союз С Империей Селевкидов Разорван Этот Союз Был Начертан На Песке И Эти Два Народа Теперь Взирают Друг На Друг В лучшем Куче И Равнодушно В Принципе Да Но Этот Союз Он Уже Я Считаю Своё Как Бы Отработан Теперь Нам Нужно Занять Хотя Бо Селевки Я Вообще То Думал Занять И Хатру Но Видимо Египтяне Как Бы Займут Ее Быстрее Чем Я Ну И Потихонечку Нужно Будет Готовиться К Войне С Египтом Так Так Что Да Вот Поход На Северные Территории Отменяется Однозначно Однозначно Отменяется Так По Финансам Ну Все Прекрасно Я Считаю Что В Принципе Я Успел Подготовиться К Будущей Войне С Египтом Войне А Он Здесь На Границе Остановился Объявлен Союз Дом Брутов Испания Эти Фракции Объявили О своем Союзе Отложив На Время Войну Как Политический Метод Обнаружен Агент Империи Селевкидов Гнусный Чужеземец Обманом Завоевал Сердца Наших Людей Должно Быть Они Были Одурманены Виновым Раз Так Легко Доверились Ему Но К Счастью Он Был Обнаружен И Казнен Так Так Мы двигаемся К Селевки Селевкия Селевкия Вообще Нам Пригодится Как Если Что Селевкия Вообще Нам Пригодилось Бы Б Могучий Полководец Мой Повелитель Так А немного Лег Войск Взял То Ходов Ходов Больше Нет Господин Господин Могучий Полководец Господин Мне кажется Я много Войск Господин Тянул За собой Мой Повелитель Ухожу Из армии Да Мой Господин Разделить Войска Так Это все Нужно Пока что Оставить В мазаке Как тебя Ария Барзан Из Кираса Так Господин И он Докийский Дипломат Хорошо В принципе Да Вот Собираем Армию Кстати 170 Эти тоже 170 150 Давайте Вот Восточная Пехота Один Отряд Варсаки Закажем Угу Мои глаза Ваш Иду Чудесно Так Ну С финансами Финансами Уже Это Все Все Хорошо Сейчас Да Великий Сейчас Да Ё-моё Что вы так Это тут Везде С одной стороны Римляне С другой стороны Греки Ладно Ладно Сдадим Пока что Ход А там Может быть Сумеем Пробиться Ну Ну Брут Да Вот Уже Хозяйничают В Греции Уже Прессингуют Греков Жду Вашей Команды Сейчас 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 Так Отлично Господи Скифы повернули обратно Скифы повернули обратно В принципе да Мы тут Подтянули Подкрепление Мой повелитель И скифы Как бы сказали Да Ну Вообще Нафиг В принципе да Вот Селевкиды Спешат Освободить Хатру Как бы да Дело ихнее Как бы дело ваше Так А вот Меня не устраивает Что тут уже Несколько ходов Вот эти вот Понтийцы Мой порт Блокируют В принципе я был занят Переброской войск Корабли готовы Да Мой господин Так что как бы Ну не мог им дать Достойного отпора Так Мой повелитель Могучий полководец Могучий полководец Марш Ходов больше нет Господин Господин Мой повелитель В принципе думаю да Вот Почевать на лаврах В Мазаке Но это не дело Нужно что-то захватывать А что захватывать Это Как бы большой вопрос Мой повелитель Могучий полководец Вообще то как бы Ну есть что захватывать Вообще то есть что захватывать Но Честно говоря Даже и не знаю Захватывать ли это Да давайте мы кстати Вот переобучим еще войска В принципе Объясню Толком свое решение Вот если В принципе Идти на не комедию Анкиру Ну их то можно захватить И это будет не сложно Но здесь уже Бруты начинают Вот Хозяйничать В Греции А Бруты Да вот На максимальной сложности То есть они постепенно Высадятся вот Здесь Вот в Малой Азии И будут продвигаться На восток И в принципе Да вот Если мы захватим Вот эти вот Региончики Ну мы как бы Приблизим Столкновение Армян и Брутов И Римлян Да В принципе Этого не очень-то хочется По крайней мере На данном этапе Поэтому Как бы А если вот Тарс Захватывать Сильфкидский То мы Приближаем Как бы себя К войне С египтянами Хотя С другой стороны Если египтяне Захватят Хатру Наши границы Уже будут Соприкасаться Так что В принципе Захват Тарса Но это Особо так Ни на что И не повлияет Так Трудно Вообще-то Сказать Как бы Лучше Сделать Приказы Вообще-то Склифов Желательно Разбить Вообще-то Вот Вот Эта Армия Мне бы Очень Пригодилась В войне Против Египта Которая Кстати Не за горами Да Она Очень Скоро Ну и В принципе Как бы К ней Нужно готовиться Потихонечку Так Давайте Сдадим Еще Один Ход Да Я забыл Про Дипломатов Могучий Полководец Ну Даже Не знаю Да Вы Че Оборзели Что Что Это Вообще Так Отлично Стягиваем Силы К Селег Мой Повелитель Вперед Годов Больше Нет Господин Господин Марш Кстати Селевкида Успешно Отбивают Все Притязания Египтян На Хатру Приказы Готовьтесь К Борю Победа Так Ну Давайте Эти Крестьян Здесь Один Отряд Крестьян Ребят Не хочу Проводить Битву Давайте Мы Их Автобоя Славная Победа Марш Марш Ходы Кончились Мой Победитель Так Мазака Мазака Кстати Не Довольно Сидит На Низких Налогах И Очень Недовольна Мазака Как бы В принципе Я тоже Особо Так Не Не Радуюсь Давайте Перестреляем Вот Этих Вот Ребят И Наверное Будем Потихонечку Заканчивать Серия Битвы Никогда Не Бывают Простыми Но Они Не Должны Быть Простыми Ведь Это Время Испытания Для Настоящих Мужчин Для Благородных Мужчин И Даже Худшие Из Нас Готовы К Этому Испытанию Солдаты Приготовьтесь Защищаться Так Ну Давайте Да Вот Размещаться Хотя Че тут Размещаться То В принципе Нужно Строиться Будет Отряды Отряды Начальник Порш Так А А здесь Можно Перейти Это Брод Да Или Или Нет Да 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 Здесь Оказывается Можно Перейти Реку Я Даже Знаете Вот Вначале Не Обратил Внимание Что Здесь Оказывается Мост Есть Ну Да И Ладно В принципе Какая По сути Разница Отряды Вперед Так Сейчас Быстренько Думаю Да Перестреляем Вот Этих Повстанцев Отряды Уходим Так Вообще То Как бы Развернуться Кишья Криво Очень Построился Да Стойте Вы На месте Дайте Нам Построиться Нормально Вот Так Вот Так Вот Нужно Построиться Бегают Туда Сюда Эти Тараканы Ничего себе Я вам покажу Смотрите Здесь Вот Где Вот Он Стоял Сколько Стрел Натыкано Этот Крестьянин Народился Сразу же В двух Рубашках Наверное Он до сих Пор живой Его так Поливали Стрелами Враг Бежит Преследуйте Их И не Знайте Жалости Завершаем Победа Сладка И Она Еще Слаще От Того Что Одержана Так Решительно Отлично Победа А в принципе Никто же Не сомневался Победа За нами О Могучий Господин Уходим Да Ну Нужно Будет Наверное Расправиться Со Всеми Этим Бандами Повстанцев Которые Вот Здесь Вот Нам Жить Мешают Давайте Вот Лобное Место В Сузах Будем Строить Приказы Вперед В атаку Так Вот Это Вот Уже Неинтересно В атаку Да Вы Заколебали Ну Почему Так А Тут В принципе Да Тут Побольше Войск Ничего Мы С ними Разберемся В другой Раз Приказы Уходим Так Хорошо В общем То Все Строится Серии Думаю Давайте Давайте На таком Моменте Закончим В общем То Наверное Я уже В принципе Подробно Рассказал О своих Планах Ну В принципе Повторение Мать Учения Как Говорится Вот Я подготовил Войска Небольшие Чтобы Занять Селевки Конечно Да Вот Селевкидов Жалко Селевкиды Хорошие Наши Союзники Ну А селевкиды Проигрывают Войну Это Очевидно Это Факт В общем-то Селевкию Желательно Мне Занять Хороший Город Ну И В принципе Да Вот Для Меня Очень Неплохо Плюс Ко всему Еще Висячие Сады Вавилона На 20% Доход От Сельского Хозяйства Увеличивают Это Хорошо Наверное Вот Здесь Вот Я Займу Тарс Большой Город Все Равно Как мне Кажется Вот Египтяне Ну Так Так Или Иначе Они Добьют Хатру То Что Вот Они Несколько Раз Попытались И У них Не Получилось Ну Это Временно Все Египтяне Добьют Хатру И Наши Границы Уже Будут Соприкасаться Так Что Я Считаю Не Страшно То Что Я Вот Захвачу Тарс В принципе Отсюда Можно И рывком Захватить Антиохию Если Что Так Что Это В принципе Нормально На Запад Я Наверное Больше Не буду Продвигаться Анкира Ну Анкира Меня Вообще Не Интересует Это Вообще Поселок Какой-то Ну Не Комедия Тоже Маленький Городочек Несчастный Что С него Взять На Север На Север Тоже Как Бы В принципе Ну Очень Хочется Скифов Конечно Ж Присадить На Задницу Но Не Знаю Это Нужно Выделять Войска А Господин Войск Особо И нету Еще Пока Что Да Ну Ничего Я думаю Они Построятся Со Временем А Вообще Так Вот Неплохая Идея Вот Захватить Вот Эти Вот Два Региончика Хотя Б А Остальное Вот Это Вот Все Скифское Оставить Буфером Против Римлян Потому Что Римляне Будут Расширяться Вот Из Греции Сюда Вот Дальше В Македонию Ну Еще И Севернее В Дакию Ну И Так Далее В Принципе Да С Римлянами Сталкиваться Пока Что Совсем Не Хочется Ну Ну Что О Планах Рассказал Серию Можно Заканчивать Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки Комментируйте Подписывайтесь На Канал Давайте Свои Советы Я Их Обязательно Прочитаю В Принципе Увидимся Услышимся В Последующих Сериях Не Скучайте Будьте Здоровы Ну И Пока Да Пока